Здравствуйте, друзья! Это программа «Лучший город Земли». Меня зовут Дмитрий Шакин. И сегодня мы с вами совершим очередное путешествие во времени и пространстве и поговорим об одном важном международном событии, которое произошло в Владивостоке много-много лет тому назад. Но обо всём по порядку. 23 ноября 1974 года на аэродроме в Воздвиженке приземлился самолёт 38-го президента США Джеральда Форда. А за день до этого события для проведения переговоров в наш город прилетел и генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. Владивосток. Форпост нашей Родины на Тихом океане. Орденоносная столица Советского Приморья. В течение нескольких дней к этому городу было приковано пристальное внимание всего мира. Здесь, в районе Владивостока, должна состояться рабочая встреча генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева с президентом Соединённых Штатов Америки Джеральдом Фордом. Из самолёта высокие гости пересели в поезд и по специально построенной по этому случаю железнодорожной ветке отправились в курортную зону Владивостока. Но если быть более точным, на Санаторную, где были проведены советско-американские переговоры и подписаны документы об ограничении подземных ядерных испытаний и систем противоракетной обороны. Принято считать, что эти документы реально помогли сдерживать гонку вооружений между нашими странами. 40 советских и 70 американских корреспондентов прибыли в район Владивостока, чтобы освещать рабочую встречу вверхах. Интерес к этой встрече во всём мире был чрезвычайно велик. Ведь от того, как будут развиваться советско-американские отношения в огромной мере, зависит политический климат нашей планеты. Приезд высоких гостей был тщательно подготовлен. На асфальтирование одних только улиц было потрачено больше миллиона рублей. Для того, чтобы ветхое жильё не бросалось в глаза, его массово сносили и раздавали новые квартиры. Кстати, люди, которые обеспечивали безопасность переговоров, позже вспоминали о том, что Форда сильно удивили в Владивостоке две вещи. Во-первых, уникальная природа, а во-вторых, люди нашего города. Американская делегация почему-то считала, что здесь ничего не растёт, и всё население составляют только военные. Понравилась американцам и русская кухня, в частности сырники и жареная зубатка. Вместе с американским президентом в Владивосток прилетела довольно внушительная делегация американских журналистов, которые освещали переговоры. И вот с их лёгкой руки о Владивостоке узнали многие простые американцы. Причём узнали с лучшей стороны. После переговоров отношения между нашими странами заметно потеплели. Правда, ненадолго. Через пару лет после этого события на президентских выборах Джеральд Форд проиграл республиканцу Джимми Картеру. Ушёл из политики и прожил довольно долгую жизнь, почти 94 года, став рекордсменом-долгожителем среди американских президентов. А на сегодня, пожалуй, всё. До встречи в программе «Лучший город Земли».